День с толком Следующий год легче не будет. Как барнольдские депутаты принимали главный финансовый документ? Корпоративы запрещены, но провести их возможно. Как трактуют указ губернаторов столицы края? Гармоники мира в исполнении одного человека. Чем краевую столицу удивит мультиинструменталист? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 60 миллиардов рублей будет вложено в газоснабжение и готификацию края в ближайшие пять лет. Программу развития накануне подписали губернатор региона Виктор Томенко и председатель правления ПАУ «Газпром» Алексей Миллер. Инвестиции поступят от компании «Газпром», которая построит 600 километров газопровода с тремя станциями – Дорубцовска, Славгорода и села Ребриха. Межпоселковые газопроводы построят в Яровом, а также в 21-м населенном пункте Алтайского, Зонального, Косихинского районов. Известно, что в четырех районах края газ появится впервые – в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном. Таким образом, в течение пяти лет в крае будут обеспечены газом 3000 домов, 27 котельных. Планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также теплоэнергетики. Сегодня депутаты городской думы приняли бюджет на следующий год. Он подрос, остался социально ориентирован, но некоторые вопросы остались без внимания, считает часть депутатов. Подробности далее. 2 миллиарда 82 миллиона рублей – ровно настолько вырастет городской бюджет в следующем году. С федеральной и краевой помощью в сумме это больше 16 миллиардов рублей. И, как отмечают разработчики, он продолжит быть социально ориентированным. Мы все такие социальные направления учли и постарались, чтобы бюджетное финансирование в этом направлении вылечилось. Большая часть – 368 миллионов рублей направят на бесплатное детское питание, чуть меньше – на переселение из аварийного жилья – 219 миллионов. И чуть больше прописали программе жилищного строительства. 106,78 миллионов рублей на развитие комфортной городской среды и вознаграждение классным руководителям. Новый бюджет приняли, но споры вокруг документа все же возникли. Нас не устроило, что в процессе наполнения казны усиливается доля налоговых поступлений при одновременном снижении неналоговых. Причины, обеспечивающие этот рост, нас не радуют. Например, по налогу на имущество физических лиц установлена максимальная ставка сбора, по которой заложили в проект бюджета. И если собирать по этому налогу будет ежегодно с увеличением на сотни миллионов рублей, подчеркну, относительно ожидаемого исполнения по текущему году, то на компенсации по нему заложено всего лишь несколько миллионов. Меньше город получит за аренду земли и имущества. Впрочем, по мнению оппозиционных фракций, бюджет получится лучше, чем можно было ожидать. В части увеличения расходов на дополнительное образование, в части увеличения фонда оплаты труда и приобретения музыкального инструмента для культуры, и увеличения расходов фонда заработной платы, а также ремонт и содержание текущих стадионов для массового спорта. Спасибо, либерал-демократы сказали из-за софинансирования нацпроектов. Программа молодых семей выросла на 15%. На что коммунисты ответили, в 2021 году сертификат на жилье получит 117 семей, в то время как в очереди 4,5 тысячи. Впрочем, бюджет принят, а работа над финансовым распределением продолжится. Начало года добавит проблемы за отмены вмененного налога. Это минус 350 миллионов в казну. По словам Солодилова, предприниматели одни не останутся. Никита Ирмаков, Николай Шелко. День с толком. Статистика по коронавирусу за минувшие сутки такова. 225 случаев заражения, 14 смертей, выздоровевших пациентов 160. На этот момент на лечении в ковидных госпиталях края находится 2391 человек с подтвержденным коронавирусом. Там же находится и 1281 пациент с вирусной пневмонией, сходной с ковидом. Перейдем к другой теме, которая касается каждого из нас. Когда в регионе в полном объеме будет восстановлена плановая медпомощь? Ответить на этот вопрос пока не могут даже эксперты. Хотя, например, в Крыевой клинической больнице поток пациентов даже в условиях пандемии не прекращался. Ежедневно здесь принимают десятки пациентов. О том, как работает крупнейшее медицинское учреждение в Алтайском крае и как справляется с трудностями, расскажем далее. Всего неделю назад у Евгения случился инсульт. Они имели рука, нога. Из Завьялова мужчину привезли в Крыевую клиническую больницу. Сюда доставляют самых сложных пациентов со всего края. В отделении неврологии людям часто приходится заново учиться ходить, разговаривать. Сейчас уже, конечно, намного лучше. Рука, силы возвращаются. Дело к выписке, охота домой. О, еще чуть-чуть. Еще пальчиками. Хорошо. А вот Николай из Заринска учится не только заново говорить, но и жить. У него погиб сын, а недавно еще умерла и дочь. Она работала в ковидном госпитале Барнаула в рентген-кабинете. Женщине было всего 50 лет. Как и многие медики, заразилась коронавирусом и умерла в стенах той же больницы. В субботу заранее лево, в понедельник меньше. Вот все случилось от этого. Мужчину успели спасти, вовремя доставив в больницу. И даже месяц назад, когда ситуация со скорой помощи в Крае была критической, больных с инсультом сюда привозили из разных районов Края круглосуточно, потому что болезнь не спрашивает, когда ей прийти. В общем-то, к скорой помощи претензий нет. Они разделили потоки пациентов на экстренную и неотложную помощь и тем самым спасли ситуацию. В Краевой клинической больнице продолжают оказывать помощь не только экстренным пациентам, но и тем, кто поступает сюда, например, с мочекаменной, желчекаменными болезнями. При этом выросло количество больных, которых привозят сюда в критическом состоянии. Поэтому у врачей стало больше нагрузки и ночных дежурств. Еще и сотрудников стало меньше. Около 30 медработников добровольно ушли на ковидный фронт в разные госпитали края, в том числе в инфекционное отделение на базе Краевой клинической больницы. Здесь тоже есть своя красная зона на 100 мест. Свободных коек сейчас там нет. В этом году больница обновила оборудование в разных отделениях на сумму более 100 миллионов рублей. В неврологию, например, поступили аппараты для реабилитации пациентов. И один инструктор, который может с помощью современных аппаратов реабилитировать 20-30 человек в сутки. Если их убрать, то он сможет работать только с 5-6 пациентами. Для тяжелых пациентов с ковидом в прямом смысле, как воздух, необходимо передвижные ИВЛ-аппараты. Недавно в больнице появились еще два. Их подарили завод «Алтайкокс» и благотворительный фонд «Милосердие». Помогают клиники, заводы «Ротер», «РТИ» и другие. На нас с инициативой выходили фармацевтические компании, предлагая нам безвозмездную помощь в виде лекарственных препаратов. Сегодня фонд Прокопьева также с инициативой вышел и поставили нам одноразовые маски. Маски сегодня в списке самых востребованных расходных материалов. В штате Краевой больницы более 2,5 тысяч медработников. И каждые два часа им необходимо менять маски. Фонд социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева предоставил больнице почти 28 тысяч масок. Внебюджетную помощь от благотворителей можно назвать экстренной. Она направлена на борьбу с пандемией и на защиту медицинского персонала. Краевая больница продолжает работать в штатном режиме. И даже ковидная эпоха не сократила объемы медицинской помощи. Обычно за год через клинику проходит 35 тысяч пациентов. Итоги этого года подводить еще рано. Ирина Корчагина, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. Прошло несколько дней запрета на массовые гуляния с середины декабря. И в компаниях, и в офисах Барнаула началось брожение. Как и когда успеть проводить 2020-й? В городе уже фиксируют бум брони на 11 число. Это последняя пятница перед запретом. Мы решили выяснить, действительно ли середина месяца праздник отменен. И лучше всего об этом расскажет продюсер нашего канала Анастасия Бертенева. Она присоединяется ко мне. Настя, привет. Что тебе удалось выяснить спустя несколько дней переговоров с предпринимателями, артистами? Привет, Ира. На самом деле получить информацию о проведении праздничных мероприятий оказалось не так-то просто. Большинство шифруются, но обо всем по порядку. Уж кто и требует праздник, так это его работники – артисты. Индустрию развлечений буквально лихорадят. В интернете пишут о бедственном положении звезд шоу-бизнеса и якобы голодающих артистах. Мэтры отечественной сцены, такие как Валерий Меладзе, Игорь Газманов и другие уже опровергают информацию. Говорят, у них деньги на хлеб есть, страдают другие специалисты отрасли. Индустрия развлечений – это точно такое же предприятие, на котором трудится огромное количество людей. И у них у всех есть семьи, им нужна помощь. Мы не говорим, чтобы государство давало денег. Мы просим государства разрешить хотя бы на 70-80% работать концертным площадкам. Либо тогда сделать действительно полный локдаун и закрыть все общественные заведения. Об этом говорят в основном звезды. Подавляющее число алтайских артистов открыто проблемами не делятся. Боятся привлечь к себе внимание надзорных органов или растерять заказы, которых, к слову, достаточно. Ведущий Семен Ваулин – один из немногих, кто с нами встретился. У него свободных дат на декабрь практически нет, график плотный. Но признается, что в любой момент ресторан или клиент может все отменить. Поэтому придумал альтернативный формат. Мы приглашаем компанию к нам в театр. И им показываем уже мини-спектакль какой-то, возможно, мини-концерт, какой-то голубой огонек. То есть полтора-два часа мы можем занять людей, можем провести для них корпоративные мероприятия такого формата. Ну и там, естественно, предусмотрен фуршет и так далее. Как это вяжется с запретом губернатора на массовые праздники, спросите вы. Дело в том, что формулировки достаточно размыты. Настолько, что властям накануне пришлось разъяснять, что именно можно и нельзя. Так вот, запрещены откровенно зрелищные мероприятия, даже утренники в детских садах. Устроить праздник для малышей можно только в рамках группы и без родителей. Разрешено работать кинотеатром, концертным площадкам, ДК и точкам общепита. И последний пункт самый неоднозначный, потому что рестораны и бары – это и есть общепит. Их владельцы, насколько я поняла из телефонных переговоров, настроены позитивно и активно ведут бронь. До 15 декабря вам организуют праздник, как до пандемии, с веселой программой и на большое количество человек. Когда большой сборный день, разные компании, разные столики, очень весело, потому что много людей. 700 рублей программа на чеках, 700-800. Все, вы пришли, грубо говоря, 2 500 отдали, и все, вас навеселили там от и до. Как выяснилось, погулять коллективом можно и после 15-го числа. Некоторые заведения предлагают свои услуги вплоть до 31 декабря включительно – с программой, диджеем, дискотекой и Дедом Морозом. Гулять можно допоздна. И, возможно, трактуют указ по-своему, потому что нет определения массового скопления. От какого количества начинается массовость? Получается, все на усмотрение арендаторов и по желанию гостей. Впрочем, не обязательно рисковать, заказывая ресторан. Для своей компании можно найти и загородный дом. Объявления разлетаются, как горячие пирожки. Звоним уточнить свободные даты. Чем вас обрадует-то? У меня только на 30-е, думаю, это, а там все, по-моему, занято. Сколько максимум человек? У вас сколько планируется? Ну, я думаю, что мы и 40 человек можем собрать. Ну, 40 не сядете, потому что у нас по столам только 30 возможно посадить. Ну, хотя и гуляли и 40 у нас человек. Информации, сколько компаний Бронула планирует отмечать корпоратив, нет. По данным Всероссийского опроса, официальный Новый год намечен всего у трети офисных работников. Скажите, вы работаете и будете ли новогодний корпоратив праздновать? Будем. Не будем. Желание есть, но все равно где-то внутри страх того, что происходит. Пандемия? Какой? Праздник? Ну что, вирус разносить? Пожалуй, впервые за историю 21 века Новому году предписан сугубо семейный формат. Готов ли к такому Барнаул, мы еще узнаем. Сегодня состоялся финал реалити-шоу «Фабрика бизнес-идей». Несколько месяцев организаторы принимали заявки будущих предпринимателей. В этом году их подали более тысячи человек. В финал вышли всего 12 проектов. Это туризм, досуг, образование и цифровые системы. Подробности у Никиты Ермакова. Вы за счет продвижения своего опыта и умений будете своих подписчиков привлекать. Ну а у них, у клиентов парка «Желуды» появится еще один элемент, который будет в точке продвижения на эту локацию. Советы начинающим предпринимателям от мастодонтов регионального бизнеса на вес золота. Участники «Фабрики бизнес-идеи» несколько месяцев боролись за право стать победителем проекта. Маргарита – мама двойняшек. И здесь она с проектом торговли медом. Говорит, благодаря конкурсу, наконец, вышла из зоны комфорта. Я занималась с детьми, все было размеренно, так здорово. А тут тренинги, постоянное обучение, дальше у нас съемки, испытания. То на гвоздях постоять, то на двухметровую высоту забраться с альпинистским снаряжением. Но это было очень интересно, это очень круто, драйвово. В этом году конкурс стартовал в формате реалити-шоу. Словами организаторов, погружение полное. Это не какие-то серьезные бизнес-проекты на данном этапе. Это, конечно, в большинстве своем, это пробы пираток, скажем. Это бизнес-идея, которую они в минимальной реализации сейчас готовы предложить рынку. Сработает она, не сработает, будет зависеть от многих факторов очень. Но мы надеемся, что с помощью нашей поддержки, с помощью менторского сопровождения, с помощью тех учебных программ и консультаций, которые мы предлагаем, у них большая шанс на жизнеспособность будет. К слову, на отчетном этапе участники уже нашли точки интереса с крупными бизнес-партнерами. Это дарит большой шанс реализовать идею и сделать бизнес конкурентоспособным. К слову, Маргарита с помощью проекта уже нашла первых заказчиков и сразу зарубежных. Ее мед отправится в Арабские Эмираты. Кто же победитель, пока держит в секрете. Но главный приз известен. 120 тысяч рублей для воплощения идеи в жизнь. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. В Рубцовске сегодня открыли первую и единственную в городе ледовую арену. Назвали ее в честь легендарного хоккейного комментатора Сергея Гимаева. Трибуны дворца рассчитаны на 300 болельщиков. Здание вмещает тренажерный зал, 4 раздевалки, комнаты отдыха, кабинет тренерского штаба, кафе, магазин атрибутики, прокат коньков. Бюджет объекта составил почти 250 миллионов рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов, а также частного инвестора. Это первый в крае опыт строительства спортообъекта в рамках частного государственного партнерства. Теперь арену будут использовать как в коммерческих, так и в социальных целях. Мы понимаем, что бизнес является эффективным управленцем. Поэтому, передавая в управление этот объект, конечно, мы ждем новое качество, предоставляемое на суде. На сейфер этим объектом будет управлять компания «Арена», предоставляя бесплатное время для наших ребятишек. С 10.30 до 17.00 каждый день и одни выходные в квартале. Сегодня лед и окрестили. Днем там провели матч между командами «Бачкари» из Целинного района и «Торпеда» Рубцовск. Добавим, что это не единственный ледовый объект, который вырисовывается на карте края. В следующем году в Бийске начнут возводить круглогодичный спорткомплекс, а в Барнауле возобновят строительство ледовой арены на проспекте Сибирск. В эту субботу барнаульцев приглашают познакомиться с гармониками мира. В филармонии пройдет необычный концерт мультиинструменталиста из Минусинска Петра Ткаченко. Удивить обещают даже искушенных зрителей. Анастасия Дороган продолжит. Саундтрек из фильма «Начало Ханса Циммера. Как вам такое исполнение?» В умелых руках современной мелодии издает инструмент китайский шен. Первоначально вот этот инструмент, он появился в Китае 2000 лет до нашей эры. Но только уже в нашем тысячелетии, в 16 веке, по шелковому пути попал в Европу и стал прародителем всех гармоник ныне существующих. Их дипломированный баянист и теперь уже мультиинструменталист Петр Ткаченко и привез в Барнаул. Программа «Гармоники мира» – это произведение на нескольких солирующих инструментах. В большом чемодане Петра самое ценное – кнопочный аккордеон, аргентинский банденион, итальянская эолина, английская концертина, немецкая губная гармоника, варгастан, французская аккордина. С нее несколько лет назад проект и зародился. Я был на стажировке во Франции, в городе Ля-Бурбуль. Стажировался там у доми Марин и увидел там эту аккордину. Ну и, в общем, собрал все свои средства, которые были на тот момент и приобрел. Там, естественно, банденион. Потом понял, что у меня вообще возможности безграничные, я могу любой инструмент освоить. В своем увлечении Петр дошел до настоящей экзотики. Выглядит эффектно, звучит завораживающе. Африканская амбира. И даже если эта мелодия убаюкает, что ж, таков эффект специально для вас. Музыка искусство адресное, которое не только приносит наслаждение, успокаивает, но и лечит. Мы же вызываем определенные эмоции, которые, в принципе, эмоции – это, наверное, основной ключ к лечению любых болезней. Уже в эту субботу гармоники мира, усиленные оркестром народных инструментов «Сибирь», представят музыку разных стилей направлений. Не пропустите. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Хороших выходных.